Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет обзор на новый запуск от Патрика Та, а именно его лимитированная коллекция румян в палетке. Эта палетка стоит 58 долларов, я покупала ее в Sephora, сейчас, к сожалению, ее нет в наличии ни на сайте Патрика Та, ни на Sephora. У Патрика Та ни разу не было такого, чтобы его палетки или румяна что-то еще, они так быстро заканчивались, и это очень многих расстраивает, потому что, естественно, каждый хочет прикупить эту палетку, поскольку выгода в покупке этой палетки есть. Для сравнения, эта палетка стоит 58 долларов, и у него есть также румяна-однушки, которые я покупала в его первом запуске. Каждый из таких румян-однушек стоит 33 доллара, и у меня два оттенка. Первый оттенок называется She's So LA, который у меня больше ассоциируется все-таки с бронзером, чем с румянами. She's Dead Girl это более такой девчачий оттенок, который, мне кажется, подойдет всем. И что интересно, в его полноценных румянах можно найти 6 грамм продукта кремовых румян и также 4 грамма пудры. Но что касается палетки, то на обратной стороне можно увидеть, что кремового продукта здесь 3 грамма, и пудры здесь 3,3 грамма. То есть буквально в половину меньше у нас продукта здесь, чем в его обычных полноразмерных румянах. Еще интересный момент, если вы знакомы с творчеством Патрика Та, то вы знаете наверняка, что он советует наносить его румяна абсолютно по-другому, сравнивая с другими брендами. Он рекомендует наносить сначала пудровые румяна, и уже поверх них наносить кремовые румяна, что вообще удивительно, потому что, мне кажется, абсолютно все бренды рекомендуют делать наоборот. Но потому что формула его румян, она супер уникальная, классная и буквально сливается с кожей, можно делать это с его румянами, что очень здорово, поэтому сегодня мы это попробуем. Насчет упаковки, кстати, это очень интересный фактор, тоже упаковка, она обычная, как и его румяна, однушки и также как его палетка. Я смотрела видео одной девочки, она сравнила и показала, что эта палетка румян и его новая палетка теней, они абсолютно идентичны по толщине и даже по размеру. Сама палетка приехала вот в такой картонной упаковке, мне очень понравилось оформление сзади, я не знаю, у всех ли его продукции это выглядит так, но, в общем, мне очень понравился дизайн вот этот вот, не знаю, что-то в этом есть. Ну и, конечно, эта палетка, как и его любые другие продукты, они сделаны в США, что мы тоже любим. Давайте теперь займемся свочами, мне очень хочется посвочить уже эти кремовые оттенки, я знаю, что, наверное, я много болтаю, но все-таки я должна вам рассказать все, что вы должны знать об этом запуске. Итак, первый оттенок, который мы здесь видим, называется She's a Doll, она куколка. Давайте начнем, наверное, с пудрового оттенка, вау, это очень-очень мягкая формула, как шелк, оттенок, он смотрится супер ярким сразу после своча. Немножко убавил свет, кстати, эта царапина у меня от кота, и давайте посмотрим на этот оттенок. Вот таким образом смотрится оттенок She's a Doll в пудровой форме. Мне кажется, что на камере у меня оттенок этот смотрится каким-то, я не знаю, фиолетоватым, а не розовым. И далее давайте попробуем вот этот кремовый оттенок румян. Ммм, действительно напоминает, знаете, какой-то вазелин, возможно, может быть, яд выкладывал его формулы, но реально ощущается, как какой-то вазелин. Второй раз пройтись пальцем, чтобы сделать красивый сводчик. Я сразу же вижу, что формула у кремовых румян, она позволяет достроить себя до нужной вам крепости, до нужного вам пигмента. То есть сразу вы не получите бешеный пигмент, что тоже очень круто на самом деле. Далее мы видим оттенок под названием She's Vibrant. She's Vibrant, вот этот оттенок, определенно пока что выигрывает по пигментированности. Пигментация, я извиняюсь. Оу, прикольно. Вот так выглядит оттенок She's Vibrant в пудровой формуле. Очень нравится, лично смотрится. И давайте попробуем кремовую формулу этого же оттенка. Пигмент есть, и это видно сразу, что этот оттенок, определенно, гораздо пигментированный, чем первый оттенок наш. Да, очень красиво и женственно, я бы сказала, женственно очень оттенки. И наш последний оттенок, который называется She's Vibrant. Вот так смотрится этот ракотово-коричневый оттенок She's Vibrant. Даже с первого раза, знаете, я вижу этот хороший пигмент у этого оттенка. Мне кажется, он самый пигментированный из всех пудр, как мне кажется. Господи, что это за сводч вообще? Я извиняюсь, ребят. И теперь давайте посмотрим на самый темненький оттенок, мне кажется, из этой палетки, которая называется, у нас также She's Vibrant, но это кремовая формула румян. Кстати, этот оттенок смотрится не так плохо, как я думала. Знаете, он смотрится очень даже безопасно. Если не смотрится как-то он, ааа, кричащий. Его нужно реально достроить, чтобы увидеть настоящий пигмент у кремового оттенка She's Baked. В общем, вот таким образом смотрится три оттенка. Первый оттенок She's Adol, второй оттенок She's Vibrant и третий оттенок She's Baked. И для сравнения, естественно, хочу показать вам, как сводчатся его два предыдущих оттенка румян, которые я покупала. Первый оттенок я хочу посмотреть и посводчить с оттенком She's Baked. Этот оттенок называется She's Soleil. Это даже видно, что оттенок She's Soleil кремовый гораздо более пигментирован, чем предыдущий оттенок She's Baked. И попробуем сейчас оттенок She's Soleil пудровый. Разница есть. Определенно, She's Baked это более такой терракотовый оттенок. Именно этот оттенок She's Soleil это тот оттенок, который я использую реже всего. Наверное, потому что я не привыкла все-таки носить такие коричневатые оттенки в качестве румян. Но теперь давайте пробуем оттенок под названием She's Soleil, мой любимый. She's Soleil оттенок. Последний он очень уж похож на оттенок, который называется She's the Barbie, по-моему, называется он так. Теперь вы можете видеть, как сводчи выглядят на моей руке. И да, ребята, давайте уже приступим к тестированию этой палетки. Мне не терпится уже посмотреть, как эти цвета будут на мне смотреться. На лицо у меня, кстати, нет никакой ни пудры. Я не использовала сегодня даже бронзер, поэтому все лицо чистое, готовое для того, чтобы тестировать эти румяна. Итак, наверное, все-таки я хочу пока что начать с кисти от Fenty, мой любимый, под номером 125. Это идеальная кисть для нанесения румян, кстати. Но сначала мы должны нанести именно пудровую текстуру этих румян. Поэтому я возьму кисть от Ruffer под номером 05 и возьму этот оттенок. Он уже видится очень пигментированным, прям сразу же. Можно видеть, да, сколько пигмента сразу вы получаете, просто когда один раз туда макаете кисть. Мне очень нравится зеркало в этой палетке. Оно очень качественно сделано, дорогое, можно сказать так. То есть, когда ты смотришься в него, ты видишь все и даже больше. Шучу. Давайте нанесем эти розовые румяновые оттенки She's So Barbie. Знаете, есть такие оттенки розовые, которые дают вашему лицу здоровый вид. Вот, наверное, это тот оттенок. То есть, реально я сразу вижу, что он очень пигментированный, но он определенно дает моему лицу здоровый вид. Мне кажется, в моем мониторе оттенок не смотрится таким пигментированным, как он смотрится на моем лице. Мне кажется, смотрится это красиво, но ярко, определенно ярко. Я даже не знаю пока что, насколько мне нравится, что я вижу. Давайте попробуем уже наши кремовые румяна. Реально ощущаются как вазелин, что-то такое липкое. Мне кажется, возможно, даже спонжем это будет легче наноситься, чем кистью. Немножко приближе к камеру, ребят. И вот таким образом смотрится оттенок She's So Barbie. Я не знаю, насколько мне нравится этот оттенок, если честно. Это не тот оттенок румян, к которому я привыкла 100%. То есть, я могу там, например, использовать такой оттенок, если, например, у меня светлый цвет волос. Мне почему-то кажется, что вот с таким темным цветом волос мне идут гораздо более натуральные оттенки. Типа, например, вот такого оттенка. Мне кажется, это будет мое. Так, вот такого оттенка, извиняюсь. Поэтому я не знаю, ребят, что вы думаете насчет этого оттенка. Наверное, пока что нужно еще привыкнуть к нему. Я пока еще не понимаю, насколько мне он нравится или нет. Но определенно смотрится неплохо. Я вижу, что мое лицо выглядит как будто бы более здоровым, если так можно выразиться. Поэтому да, оттенок She's Barbie. Далее давайте попробуем другой оттенок, который называется у нас She's Vibrant. А именно вот этот вот посередине оттеночек. Мне он нравится, наверное, пока что больше всех, потому что он смотрится наиболее естественно, я бы сказала так. Я, наверное, возьму другую сторону этой кисти. Давайте посмотрим на это. Мне кажется, или при нанесении они выглядят очень-очень похоже. Такое ощущение, что я взяла тот же оттенок. Это очень ярко для меня. Я, конечно, извиняюсь. Я, наверное, возьму все-таки другую кисть. Потому что мне нравится, как это смотрится. Так, я возьму кисть из нормального, в смысле нормального сетического орса. И да, он выглядит супер одинаково, эти оттенки. Я не знаю, насколько мне нравится это, если честно. Вот прям... Я, конечно, примерно ожидала, что эти оттенки могут быть очень активными, но не такими же активными. Я все-таки хочу верить, что при нанесении кремовых румян, это невероятная яркость. Яркие щечки, они уйдут. Вот, давайте попробуем, собственно, этот оттенок кремовый. И нанесем это поверх. Я не знаю, если мне нравится сочетание и как это смотрится на моих щеках. Может быть, этот оттенок, конечно, я получше нанесла, чем предыдущий. Поэтому я немножко сейчас подретуширую этот оттенок спонжем. Мне кажется, для таких белоснежек, как я, потому что, ну, я не такая, я вообще не загорела ни разу, эти оттенки, они реально могут смотреться слишком too much. Конечно, вы можете наносить эти оттенки постепенно, легонечку, как говорят, less is more. То есть, там, нанесли один слой легонечко, там, другой слой легонечко так же. Но если, конечно, бахнуть, либо пудрового оттенка этого, либо кремового оттенка в этой палетке, конечно, у вас сразу будут вот такие яркие щеки, как будто бы вы пришли только что с мороза. Но, в принципе, после использования спонжа это смотрится в разы лучше, мне нравится. Подачи не знают, ребят, что вы думаете, считаете ли вы, что обе стороны лица выглядят одинаково? Мне кажется, издалека даже нельзя сказать, что я, допустим, использую два разных оттенка. Нет, они выглядят супер идентично. Я не знаю, что я пока думаю об этом, но мне нравится тот факт, что я не вижу сумасшедшего пигмента, который не поддается растушевке. Понятное дело, этого мы не можем ожидать от формулы Патрика Та, это все-таки Патрик Та. Я все стерла, теперь давайте перейдем к нашему третьему оттенку. Называется она у нас She's Baked. Я, наверное, возьму все-таки ту же самую кисточку и немножко отряхну ее. Знаете, мне этот оттенок нравится. Нанося этот оттенок, я вижу интересный оттенок, терракотовый, которого у меня нет в моей коллекции. И мне очень нравится этот оттенок на осень. Мне кажется, даже просто сама пудра, без даже использования кремовых румян последующих, которые мы будем использовать, это будет отличным, идеальным оттенком, чтобы подчеркнуть природную красоту моих щек, которые у меня. Такие от природы на самом деле. Когда я была в Азии, я очень комплексовала поэтому, потому что у всех азиаток лица, они не такие текстурированные. Но сейчас, когда скулы это очень популярная тема, я, наверное, рада, что все-таки они у меня есть. Вот. И вот таким образом смотрится этот оттенок. Я удивлена, что он смотрится очень устрашающим в рефиле, однако при нанесении на щеки он смотрится, наверное, даже гораздо более естественно, чем два остальных оттенка, которые мы пробовали с вами. Я нанесу этот же оттенок на вторую щеку. Та-дам! Та-дам! Сейчас я вижу эту красноватость, которую я и наблюдаю у себя на щеках. Тогда это все имеет смысл. Все равно этот оттенок смотрится очень красиво. На осень самое то. Я не сказала вам про тушевку и все эти дела. Я хочу сказать, что тушуется формула румян от Патрика Та очень легко. То есть я точно помню, что когда я использовала румяна однушки, я испытывала только удовольствие от использования его продуктов. Это тот же самый случай. То есть формула одна, она одна и та же. Не могу сказать, что она как-то хуже или лучше. Она та же самая. Поэтому это круто, что он оставил ту же самую формулу для палетки для рождественского выпуска. Потому что, как правило, мы платим чуть меньше денег, чем за его обычные румяна за 33 доллара. И последний, самый интересный этап. Это использование вот этого кремового оттенка. Очень интересно посмотреть на то, какой же оттенок мы увидим конечным на щеках. Это смотрится еще более красноватым. В принципе, то, что я и ожидала. Потому что этот оттенок, он уже давал нам эту красноватость, как будто мы пришли только что с мороза. Так еще и поверх кремового румяна с еще более очевидным красноватым оттенком. Это дает еще больше эффект, как будто бы ты только что пришел с мороза. Реально. Несу немножко на нос, чтобы сделать лук более законченным. Скажем так. Немножко возьму этих же пудровых румян. Совершенно немножко. Мне нравится, как это все смотрится на лице. И мне нравится, как это подходит сегодня к моему макияжу, к моему платью. Определенно, да, это очень классный лук. После использования спонжа можно видеть, конечно же, пигмент он немножко подуселся. Сейчас все это выглядит несколько более успокоившимся. И вот таким образом выглядит оттенок She is baked на моих щеках. Я не могу налюбоваться просто тем, как этот оттенок классно подчеркивает мои скулы. Наверное, все-таки вы даже можете использовать вот эти два оттенка как даже бронзер. То есть, да, румяна-бронзер, наверное, так использовать. Шикарно смотрится, мне нравится. Я, наверное, уже повторяюсь, но все эти оттенки смотрятся гораздо более интенсивными в жизни. Чем они смотрятся на камеру, это нужно иметь в виду. Но теперь, ребята, я вас немножко отдалю, и я уже буду рассказывать вам о том, что я думаю об этой палетке от Патри Кота. Ну что, ребята, я вернулась. Я нанесла, кстати, блеск Утруэра Бьюти, мой любимый оттенок. Он прям идеально подходит к нашему сегодняшнему образу. Он у меня в оттенке Nearly Neutral. Честно, я немножко в шоке от того, насколько мне понравилась эта палетка. В особенности, один единственный оттенок в ней, а именно She is Baked. Это прям идеальный оттенок на осень. Скажите мне в комментариях, ребята, какой оттенок вам понравился вообще больше всего, и какой вам меньше понравился. Будет очень интересно это узнать. В общем, я немножко в шоке от того, что мне понравился, и подошел гораздо лучше именно самый темный оттенок, который называется She is Baked. Я прям этого не ожидала, если честно. Остальные два оттенка, а они мне понравились. Это хорошая формула. Они отлично наносятся, и их пигментацию можно с легкостью также уменьшить, просто пройдясь спонжем по тем зонам, где вы хотите уменьшить пигментацию румян, собственно говоря. В общем, я считаю, что эта палетка хороший запуск от Патрика Та, учитывая цену. Это очень доступная цена, 58 долларов, и вы получаете три очень классных оттенка. Или вы за 33 доллара можете купить всего лишь одни румяна от Патрика Та. В общем, я думаю, что выбор очевиден. Это определенно must have на осень и на зимние праздники. Я рада, что я купила ее. Я оставлю ссылку внизу в описании, где вы можете купить ее. Может быть, она скоро будет опять в наличии. Или на сайте Патрика Та она будет в наличии очень скоро. Очень много, кстати, было теорий по поводу того, как так получилось, что он вышел с новинкой, и это уже out of stock везде. Возможно, потому что он не сделал такую большую парцию для этого запуска. Может, потому что... Может, кстати, он пытается сделать искусственную популярность бренда. То же самое, как и с румянами Dior. Их тоже сейчас нигде нет. Их сложно найти, с огнем не сыщешь. Но когда они есть в наличии, их все раскупают. И, в общем, может быть, это то же самое происходит с этой палеткой от Патрика Та. Другого объяснения, может быть, у меня пока и нет. А я считаю, что это классный запуск. Опять же, это та формула Патрика Та, к которой мы все привыкли. И мне просто безумно нравится этот естественный натуральный блеск румян. Мне даже не нужен хайлайтер. Настолько это... Ну, прям реально смотрится, как будто моя кожа светится изнутри, понимаете? Я нанесла, кстати, немного пудры из адвент календаря своего. И мне кажется, эта пудра, возможно, дала этот блеск. Потому что до нанесения пудры у меня щечки так не сияли, как будто бы изнутри. Да, это классно. Это очень здорово видеть. Поэтому, да, определенно, я рада, что купила ее. И если она будет в стоке, в наличии, то, мне кажется, вы тоже должны это сделать. Если вы, конечно, любите формулу Патрика Та, и вы знаете, что это то, что вам нужно. Я, наверное, пока еще даже не видела ни одного негативного отзыва об этой палетке. Как-то вот все говорят, что да, это очень классный запуск. Безумно рады с тем, сколько мы оттенков получаем за те деньги, которые мы платим. Формула, она шикарна, с ней очень легко работать. Наверное, я даже еще раз буду пытаться полюбить его формулу румян, потому что я забыла о ней. Я как-то ими не пользовалась. Но теперь я понимаю, что то, что я забыла, было бы хорошо вспомнить. Наверное, даже это одна из самых легких формул кремовых румян, которые я встречала пока что в своей жизни. Наверное, все-таки да. Поэтому я рада, что я купила эту палетку. Единственный минус, это упаковка. Наверное, все-таки, и многие говорят, что упаковка твоя, Патрик Та, она очень быстро марается. Это факт. Я купила эту палетку сколько? Она ко мне пришла, наверное, час назад. И она уже просто супер грязная, как будто бы она у меня уже, знаете, была 3 года в моем ящике с косметикой. В общем, наверное, упаковка это то, что хотелось бы и получилось со временем, потому что эта грязница очень быстро и выглядит супер неаккуратно. Ну да, конечно, можно протирать это все. Было бы здорово, знаете, если бы упаковка его была, например, как упаковка у Шарлотт Силбери, когда она вот такая, например, да, такого типа. То есть она не марается и выглядит всегда презентабельно и здорово. Да, ребят, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете о данном запуске от Патрика Та. Планируете ли вы покупать эту палетку, когда она будет опять в наличии или нет? Пишите в комментариях, будет очень интересно знать, что вы думаете. Я желаю вам прекрасного дня, идеальных дней, когда у вас получается сногсшибательный макияж. И также хорошо провести вам эти выходные. Ваша Юля, прощаюсь. Всем пока.